Девушки отдыхают За татар считали еще и русских, и вообще весь Восток Их карты фиксируют на территории России страну с названием Великая Тартария Выходит, татаро-монголы Это что-то вроде чужаков-монголов Тогда среди этих нынешних татар должно быть с избытком монгольских кровей Выражение «как Мамай прошел» полагают и с тех времен Мамай был чуть ли не самым жестоким золотоордынским ханом Расхопки в Казанском Кремле назначались, чтобы проверить расхожую поговорку Поскребешь русского, вылезет татарин, то есть монгол Советские историки живописали, как звери-монголы насиловали чуть ли не всех русских женщин И отсюда выводили, что теперь якобы нет ни одного русского, в котором бы не текла хоть капелька монгольской крови Только кости, найденные здесь, уверяли, что Мамай, он если и прошел, то очень благородно Как-то не тронув ни одной женщине Факт, вот кости, да? Вот есть колодец, заполненный трупом, вот есть ДНК И вот этот факт опровергнуть невозможно И факт сражает В войсках татаро-монгольских завоевателей монголов еще поискать Сравнили ДНК, это корси информации о человеке в его клетках Нынешних жителей Татарстана с ДНК древних захоронений По тем 50 образцам, которые мы выделили, да? То есть можно говорить, что 90% европиодные будут Европиодные, да, то есть западные, западные, западные ствол превалируют к генотипе в татарском руси Выходит, монголы либо вовсе до Руси не доходили, либо как-то скоро ушли Не заводя ни наложниц, ни детей На иго это не походит В нынешнем русском языке ведь на самом деле совсем нет монгольских слов Татарских, считай, булгарских, довольно, башмак, сундук, может, монголов на Руси Вовсе не было Говорят, у каждого всадника Чингисхана было по три лошади, чтобы менять их в походах Паек воина, сухое молоко и сушеное мясо, или даже кровь собственных животных Хроники описывают, как огромная 400-тысячная армия проходила в день по 100 километров Военная математика такая, что для армии в 400 тысяч воинов нужно полтора миллиона лошадей, верблюдов, скота Ну, самое меньшее миллион Но такой табун проковыляет не дальше 50 километров, дальше встанет От того, что передовые очень быстро съедят всю траву на огромном пространстве И задние просто упадут с голоду Этой древнемонгольской письменностью в 13 веке писали при дворе Чингисхана Тут уверяют, что он, Чингисхан, письменности кочевников и выучил Такие представления пришли из самой древней монгольской книги Сокровенное сказание монголов Единственного писаного уверения, что великий хан все же существовал В Европе это сказание узнали только в 19 веке Оригинала нет Эту, чуть не единственную копию, русский монах, архимандрит Палладий Он служил в православной церкви Пекина Нашел в императорской библиотеке Китая Где она, якобы в секрете, хранилась столетиями Дата написания, секрет Хранившие летопись китайцы полагали 1240 год А нашли в каком веке китайцы? Ну, только в 17 веке Только в 17 веке нашли это сокровенное сказание монгол И только с той поры Монголию накроют Чингисхана Мани Полагают, еще лет 300 назад о нем здесь, если и слыхали, то от китайцев только У потомков завоевателей и теперь не сохранилось ни одной военной песни На следам татара-монгол легче пройти с коллекции Атлас, целый мир в твоих руках Каждую неделю он отправляет вас в самые занятные части света Каждый выпуск это география, культура, политика и тайные истории разных стран Это золотоордынские деньги в Казанском музее Чаще найденные в земле монеты расскажут о границах других государств лучше любых карт А восточнее Волги много находят таких монет? Нет, не так много В Сибири, Урале, Монголии? Нет, 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 я не знаю почему И в самом Казанском Кремле и вокруг него раскопали под 600 кладов Но почему-то самих монгольских монет археологи не находят вовсе Выходит, с приходом Батыя золотая Орда, выделившись из Монгольской империи, как-то странно, но совсем забыла о своей далекой родине Отсутствие ордынских монет за Уралом указывает, с Монголией торговли не было А походы русских князей в монгольскую столицу Каракорум, от Новгорода до него больше 7 тысяч километров, якобы брать ярлыки на княжине, выглядят и вовсе едва ли осуществимыми Писатель Александр Бушков потому не верит в Иго, что не видит в нем смысла А вот зачем? Такого просто не зафиксировали Но эти завоеватели были едва ли жестоки Только через 40 лет после покорения татары пускают по Руси сборщиков в Дани Они берут от чего-то лишь десятую часть На Руси даже нет специальных татарских гарнизонов, чтобы подавлять бунты Не нужно опровергать Что монголо-татарское, пока так его назовем, нашествие было Ну конечно было, археологические свидетельства не выкинешь И вот все-таки эти официозные историки, здесь доля их истины есть Спорить нужно не о том, было оно не было О вот этом тонких, о знаках, плюс или минус Вот об этих тонких нюансах Действительно города Северо-Восточной Руси жгли и выжигали Это действительно так, глупо с этим спорить Но нужно понимать, кого жгли и кто жег Вот где лежал ключ, чтобы двигаться дальше Не в споре, что жгли или не жгли А кого? А жгли оккупантов Откровенных Вот эта вот Киевская Русь Как мы ее называем Это огромная агрессия шла на восток Всегда, вдохновляемая католическим западом Неоднократно это повторяю И с этим трудно спорить Оно шло фронтально Но закрепиться удалось действительно только в верховьях Волги То есть на той территории обширной У Волжского бассейна и притока Волги Которую мы называем Северо-Восточную Русь И эти города, вот я говорил об их названиях Они дублируются с Украином Но эти города были ничем иным, как форпостами колонизаторов На другой территории Согласен с Ключевским Который сравнивал эту ситуацию с Северо-Американским континентом Когда англосаксы и французы высаживались туда И пытались закрепиться на огромной территории Северной Америки Где сейчас США и Канада находятся И закреплялись они именно таким образом Они строили форпосты, крепости В которых они фактически находились в осадном положении Учитывая большую любовь коренных жителей к ним Вот эта картина наблюдалась в 17 веке в Америке И ее прекрасно знаем Так вот, просто нечто подобное нужно применять И к оценке событий колонизации Северо-Восточной Руси Все эти города, которые были устроены этими колонизаторами С умевшими закрепиться только в Верхових Волги А не в средней и нижней части Там не удалось абсолютно Не поэтому ли все те народы поганые стали Где им не удалось закрепиться А где удалось закрепиться, это все как бы хорошие и правильные С которыми можно работать И вот эти форпосты фактически Тем, что мы называем монголо-татарское нашествие Уничтожались, обкладывались действительно огнем со всех сторон И сжигались живьем Потому что к ним относились как к колонизаторам Причем я замечу, очень важный факт Что церкви в ту домонгольскую периоду Всегда находились и монастыри за защитой городских стен То есть внутри этих форпостов Не было церквей на опушке леса или в чистом поле Это абсолютно неприемлемо для того периода Который мы называем домонгольским И те, кто осуществлял монгольское татарское нашествие Опять используя эту терминологию Они действительно относились как к оккупантам Но в летописях действительно И Гумилев это заметил На этом был основан его спор с Рыбаковым Что все равно ужасы какие-то В северо-восточной части Они были все-таки не того масштаба Как непосредственно на территории матки Киевской Руси Не такие они были Во-первых, более сдержанное описание Присутствует Например, князья какие-то Или там властители какого-то города Решили не биться Значит, вот с этими монголо-татарами Как их называли И решили отдать им честь То есть сдастся, значит По-нашему говоря Это приветствовалось, не осуждалось И, собственно говоря, вот эти вот ужасы Они присутствовали на северо-восточной Руси Но они не такого объема, как дальше были А дальше это вот это вот монголо-татарское войско Оно вторглось вот в Киевскую Русь То есть вот там действительно разговора не было никакого Там уничтожалось все Это уничтожение напоминает Я думаю, вы с этим согласитесь Как уничтожают вот очаг заразы Откуда она распространяется Поэтому вся эта территория Киевской Руси Напоминала собой просто пустошь безлюдную Как это пишут летописи И, собственно говоря, все эти летописи южного происхождения Они отказывают тем, кого называют монголо-татарам Наименоваться людьми Они их не считают за людей, учитывая те ужасы, которые они к ним делали Вот это пример того, как происходила фальсификация И как нам нужно распутывать и подходить к оценке этой фальсификации Мы меняем оценки Если большой такой сделать в конце Вот заход Киевская Русь в романской стереографии Это плюс, это очень хорошо Монголо-татарское нашествие Это минус, это очень плохо Учитывая, если мы сможем освоить технологию фальсификации, которая применялась Может быть мы подойдем к тому, чтобы изменить эти знаки Изменить эти позиции для оценки того и вот этих периодов Киевского и монгольского А попытаться сосредоточиться на тех источниках, которые нам сообщают о монголо-татарском иге О тех источниках, которые нам формируют, собственно говоря, эту концепцию монголо-татарского ига Кто их делал? У них же были авторы Кто эти авторы? Когда это происходило? И во что это вылилось? Вот именно с этих позиций монголо-татарское иго рассматривали редко Вот поэтому сегодня есть смысл обратиться именно к этой стороне отечественной истории Ну, на самом деле здесь ничего сложного нет Поскольку источники, сами источники, их названия Где повествуются о монголо-татарском нашествии О всех перипетиях, вот этих бурных таких и трагических событий Эти все источники прекрасно известны, они наперечет Но сегодня мы попытаемся показать, кто же готовил эти источники И вот прям пройдемся по ним для начала Чтобы понять, где же находятся истоки авторства этого события Именуемого нашей историей монголо-татарским нашествием Ну, конечно, начать и все учебники, которые повествуют о нашей древней средневековой истории Начинаются с повести о битве на Калке Это 1223 год, известнейшее событие, которое в школе проходит, абсолютно общеизвестное Автор кто? Этой повести о битве на реке Калке Так вот, автор, это как раз выходец из Галицко-Волынской Руси Это установили ученые еще дореволюционные, советские, которые изучали Повесть о битве на реке Калке на предмет авторства Собственно говоря, почему из Галицко-Волынской Руси? Потому что повесть о битве на реке Калке – это не что иное, как такая несуразная апологетика Даниила Галицкого Вот этого известного князя, которому на тот момент, на момент совершения этой битвы было всего лишь 18 лет И он только вступал на свое, значит, историческое поприще И вот повесть о битве на реке Калке как раз воспевает Даниила Галицкого Который принимал участие, будучи совсем юным, в этой битве То есть такая вот, если, как я говорю, киевоцентричность этой повести Битве о реке Калке, она здесь очевидна Собственно говоря, никто из тех ученых, кто занимался авторством этого памятника Не подвергает это сомнению Следующий очень важный источник о монголо-татарском Иге Это повесть о приходе Батыя на Рязань Вот это вот очень важно, она очень такая популярная Она очень подробная, на нее часто любят ссылаться в исторических трудах Когда я просматривал исторические труды не только дореволюционных и советских историков То видно, что такое большое предпочтение отдается повести о приходе Батыя на Рязань То есть это такой фундаментальный источник Но маленький штришок ко всему этому Этот источник известен только с XVI века и никак не ранее То есть эта повесть о приходе Батыя на Рязань Она обнаруживается только в летописных сводах XVI века и не столетиям раньше Почему я в этом заостряю внимание на XVI столетии? Потому что дальше это будет одна из базовых точек нашего рассуждения Другим важнейшим историческим памятником Который повествует непосредственно об ужасах монголо-татарского нашествия Это так называемое слово Серапиона Серапиона – это такое духовное лицо У него аж пять слов на эту тему То есть пять раз он возвращался к этой тематике Все время обогащая ее все новыми и новыми трагическими И всякими возмутительными красками, естественно, по отношению к агрессорам То есть к монголо-татарам Кто такой, значит, этот духовное лицо Серапиона? Ну тут тоже, в общем-то, мы встречаем персонажа абсолютно из той серии Это игумен Киевско-Печорского монастыря и никакого другого То есть абсолютно опять все та же киевоцентричность изложения О которой мы сегодня будем не один раз говорить Затем, самым, наверное, пожалуй, известным для нас, для современного человека Источником по монголо-татарскому нашествия Это сказание о Мамаевом побоище Это уже не непосредственно о нашествии А здесь уже раскрывается период монголо-татарского ига Которая навесла, значит, над Русью И вот эта вот злобная тень, она никуда не девается И периодически дает о себе знать В плане того, что совершаются набеги на Руси Вот один из таких набегов, это как раз связан с известным Мамаем Которого, значит, все знают еще из школьной программы Вот, и это сказание о Мамаевом побоище Который, правда, написан через сто лет после самой Куликовской битвы Но в данном случае мы на этом не будем останавливаться То здесь же уписуются, значит, все перипетии вот этой вот Куликовской битвы Но сразу надо говориться по поводу этого сказания о Мамаевском побоище Что так непосредственно к каким-то историческим памятникам его относить нельзя Это вообще не исторический труд Абсолютно точно, это давно абсолютно замечено Я это встречал многих исследователей Что это больше напоминает художественные произведения Там диалоги даже есть Совершенно, может быть, неуместные для каких-то летописных строгих сводов То есть это действительно такое художественное произведение Поэтому и не случайно оно известно в ста списках То есть оно распространялось очень широко по тем временам Это до нас дошло около ста списков То здесь художественность превалирует над историчностью Вот, собственно говоря, в этом очень главная особенность сказания о Мамаевом побоище Почему историчность здесь на втором плане? Ну, потому что там ученые видят такие перлы в этом сказании Ну, о которых сейчас говорить-то, в общем-то, даже стыдно Например, в сказании о Мамаевом побоище Одна из центральных фигур, которая мобилизует Русь против татар Это митрополит Киприан Очень известный митрополит Вот конца 14 века Его роль там была большая в различных событиях Но так в этом сказании о Мамаевом побоище Киприан представлен как духовный отец Дмитрия Донского Не больше, не меньше Ну, в общем-то, это довольно-таки странно Поскольку теперь уже абсолютно точно известно И абсолютно документально точно установлено Что Дмитрий Донской этого «духовного отца» терпеть не мог И вообще на дух не переносил И вообще-то Киприан отличался абсолютно такой ярко выраженной литовской политикой Про литовскую политику он проводил За что Дмитрий Донской его просто выкинул из Москвы Поэтому на роль духовного отца Дмитрию Донскому Который участвовал как победитель на Куликовском побоище Киприан не очень подходит Но тем не менее авторы сказания о Мамаевом побоище Значит, именно повествуют такую линию Духовный отец и духовный сын Киприан Дмитрий Донской Что, кстати, очень показательно По поводу правдивости тех вообще событий О которых в этом сказании говорится и излагается И вот эти все фрагменты Я назвал просто самые такие наиболее известные Которые непосредственно все посвящены Монголо-татарскому нашествию Монголо-татарскому игу То вот из этих элементов, собственно, должна была складываться В конце концов картина Картина, которая должна приобрести какой-то концептуальный характер И, в общем-то, она и сложилась К концу XV века она абсолютно точно сложилась И сложил ее никто иной, как отец польской истории Ян Длогуш Который четверть века, свыше 25 лет Состоял секретарем у краковского архиепископа Поэтому имел доступ ко всем источникам Написал очень серьезные там исторические труды Так вот именно никем иным, как Длогушем Была концептуально сформирована Теория монголо-татарского ига Вот это вот очень важно И сам термин, собственно, монголо-татарского ига Это и есть изобретение Длогуша Раньше этот сам такой термин Не использовался даже вот в тех источниках Которые я сегодня Основных источниках, которых я сегодня назвал Поэтому даже ученые современные, даже статусные ученые И профессора там из ведущих университетов страны России Уже не стесняются говорить Что население до 15 века Не подозревало, что оно существует в рамках какого-то ига И что он находится под каким-то игом Что что-то такое навалилось на него Никто об этом не подозревал И термин такой, естественно, в ту эпоху не использовался Этот термин ввел в обиход И в довольно широкий обиход Именно никто иной, как отец польской истории Вот мы этим термином, который он изобрел Вот пользуемся и по сей день То есть, что мы получаем Получаем, что фрагменты о монголо-татарском иге Готовились, их было много И вся их подготовка Она была в руках исключительно западных ученых Западных, ну, тогда для ученых нельзя было Она была непосредственно в руках западных персонажей Церковных и церковных персонажей Которые, собственно говоря, выдавали вот эти фрагменты Которые затем сложились в общую мозаику Эту мозаику мы теперь называем монголо-татарским игом Породившиеся из монголо-татарского нашествия То есть, откуда происходит этот концепт ига И откуда вообще происходит эта Вот эта теория восточной угрозы Которая нависает над правильным христианским миром Откуда, значит, несется вот эта вот поганая орда Вот эта восточная угроза Все это изобретение абсолютно украинско-польское Так говоря, по нашим языкам Конечно, никакой Украины тогда не было Это для просто облегчения восприятия того, что я говорю И вот теперь вот эта концепция Которая была в конце 15 века уже сформулирована Вот в таком полном виде Концепция монголо-татарского ига Теперь все это счастье наконец-то приходит на Русь Ну, здесь нельзя не сказать, конечно, о лаврентийской летописи Это меня сразу поправит Лаврентийская летопись – это конец 14 века Даже точную дату называют – 1377 год Там впервые на Русь презентована повесть временных лет И все вот эти монголо-татарские ужасы уже там присутствуют Но опять-таки, кто заказчик этой повести временных лет? Написал монах Лаврентий, это понятно Поэтому она называется лаврентийской летописью Лаврентийским сводом Но Лаврентий в данном случае только исполнитель Готовил он эту работу для нижегородского князя Который, кстати, являлся тестем Дмитрия Донского Но главным, так сказать, организатором Лаврентийского свода И главным содержанием, что там будет говориться Был епископ Дионисий Суздальский Ну вот Дионисий Суздальский – такое очень благостное название На самом деле здесь тоже мы встречаемся с тем же самым, о чем я начал говорить За таким благостным названием, именованием Дионисий Суздальский Скрывается прожженный киевский иерарх из той же Киевско-Печерской лавры Кстати, там же он потом и закончил свои последние дни Это очень такой яркий персонаж киевский, который под именем Диодисий Суздальский оказался у нас Он абсолютно продвигал Константинопольскую линию, Константинопольскую политику И постоянно ссорился то с Дмитрием Донским, то с Сергием Раднишком Не мог найти с ними общего языка, поскольку претендовал на роль Ни много ни мало как митрополита всей Руси Поэтому он опирался на Византию, разыгрывал ее в своих планах Но это все не осуществил Дмитрий Донской как бы отверг все его притязания на главенство Московской церкви И вот, собственно говоря, этот персонаж о монголо-татарском иге И в первый раз и показал на Руси вот в этом лаврентийском своде Организатором написания которого он и являлся И вот теперь мы, когда обозначили основные фрагменты Из которых складывается концепция монголо-татарского ига Мы теперь будем говорить о главном А главное это когда это счастье уже начинает презентоваться на Руси в полном объеме А это начинает презентоваться в полном объеме с появлением в московских элитах Очень тесного и сплоченного клана Который я называю такой полонизированный клан Вот пролитовский клан Если можно так сказать, в общем-то здесь ошибки большой не будет Вот именно выходцы оттуда Их, кстати, так и называли в Москве выезжание Вот выходцы оттуда Они и принесли с собой концепт монголо-татарского ига Поскольку я еще раз повторяю, никто в Москве ни о каком иге не знал И вот теперь появляются люди, которые об этом иге повествуют И, собственно говоря, это был очень сплоченный клан, как я вот уже заметил Который преследовал свои далеко идущие цели И он пытался занять как можно лучше крепкие позиции в московских элитах того времени У них, у этого полонизированного клана В качестве идейного оружия для усиления своих позиций Как раз и была вот эта идея, которая сформулирована Отцом польской истории Яном Длогошем Идея монголо-татарского нашествия, монголо-татарского ига Вот это то оружие, которое у них имелось Но они его не могли до поры до времени использовать и активно пускать в ход Смогли они это сделать только после смерти Василия Третьего Которая, в общем-то, была такая скоропостижная Ничто не предвещало, в общем-то, такой скорой смерти После чего остался трехлетний будущий Иван IV И мать Ивана IV, Елена Глинская Которая принадлежала как раз к этому полонизированному клану Самым крупным его успехом в Москве Это было то, что они сумели представительницу своего клана Елену Глинскую, значит, все-таки впихнуть замуж за великого князя Василия Третьего Это очень такая шумная история была С разводом его с бывшей женой Соломонией Собуровой Которая абсолютно не имела никакого отношения к полонизированному пролитовскому клану И вот теперь это усилило их позиции То, что представительство их клана стала супруга великого князя Московской Вот теперь, когда он скончался, Василий Третья имею в виду То теперь создался опекунский совет И у всех этих деятелей появился впервые шанс развернуться здесь уже по-серьезному И они, собственно говоря, этот шанс пытались не упустить И использовать его, что называется, на полную И вот здесь вот они достают вот то оружие, которое, идейное оружие С которым они сюда приезжали И которое всегда лежало у них в загашнике, как говорят Теперь они его вытащили и стали размахивать И, собственно говоря, поэтому, когда я в самом начале характеризовал источники Где сообщается, информируется о монголо-татарском нашествии и Иге Говорил, что очень часто они все относятся к 16 столетию Вот по этой причине они относятся к 16 столетию Что после смерти Василия Третьего, после 1533 года Тема монголо-татарского нашествия выходит здесь на первый план А она становится такой популярной в элитах Уже сам термин татарской иго используется на полную катушку И поэтому здесь не будет преувеличением сказать Я вот люблю такое сравнение, что на самом деле Самым монголо-татарским веком в российской истории является 16 век Вот, как это ни странно Хотя, казалось бы, никаких монголо-татар уже к этому времени не было И все это иго давно пало Опять повторюсь, то, что Русь 300 лет жила под Игом Никто во время этого иго не догадывался Никто из населения не мог вообще представить себе, что он живет под Игом Я это повторяю еще раз А вот в 16 столетии, после смерти Василия Третьего Об этом начали все говорить Это начали рассказывать Это стало широко вбрасываться Что, оказывается, было очень страшное время И называется это страшное время Монголо-татарским игом А вот откуда взялось это иго? Потому что пришли некие монголо-татары Вот поганые, поганые в интерпретации всего этого польского клана И, собственно говоря, они учинили разгром Руси И сразу возникал вопрос А кто же вот те другие рода И те, кто ведет свое происхождение Вот с Волги, с заволжских территорий И самой Москвы Кто эти люди? Очень мягко подводилось к мысли А это, видимо, все те наследники Вот этих всех агрессоров А мы, в данном случае Говорил паралитовский клан Совсем другие Мы-то и есть борцы С самого начала Вот с этой бедой Монголо-татарской Которая пришла и 300 лет Была на Руси Поэтому мы осуществляем Мы, паралитовские выходцы Мы олицетворяем исторический путь России Мы олицетворяем исторический путь Москвы С самого начала Руси Мы стоим на страже ее интересов Мы боремся с разными агрессорами Самым главным агрессором Являются монголо-татары Которые пришли из каких-то чужих Неведомых земель И завоевали нашу страну И вот теперь Самыми главными освободителями Кто идет в авангарде Этого освобождения И являются вот эти Пралитовские роды То есть после смерти Василия Третьего Наступает монголо-татарский век В России Монголо-татарское нашествие Монголо-татарское иго превращается В действенный инструмент политики С помощью которого Полонизированный вот этот вот Польский пралитовский клан Начинает борьбу за укрепление Своих позиций Начинает борьбу за возвышение А если говорить точнее Называть вещи своими именами Начинает борьбу за захват Московии Изнутри такая Не внешняя агрессия Не внешний удар какой-то Завоевателя А вот такое заползучее Завоевание Московии Изнутри Которое очень тонко И грамотно Разыгрывал Вот этот вот Польско-литовский клан Уже без Елены Глинской Которая умерла Как мы знаем Через 4 года После своего супруга И собственно говоря Эта попытка Полонизированного клана Она приводит к успеху Поскольку Главным орудием Для реализации Интересов этого клана Становится естественно Никто иной Как Иван Четвертый Молодой Юный Иван Четвертый Который является Глинским Он родственник по крови Что называется Они считают его своим Поэтому Иван Четвертый Это главный инструмент Это таран С помощью которого Можно взять Москву И самое главное В те времена Чтобы взять Москву Это сокрушить церковь Которая является Идеологией Московского царства Вот эта роль Была уготовлена Ивану Четвертому То есть собственно говоря Вы догадались Что все это самое С успехом осуществил Через 100 лет Никто иной Как Алексей Михайлович Романов Но пока мы говорим О 16 веке И здесь конечно Вот эта главная роль Она была уготовлена Иван Четвертого Который Как мы знаем По истории Не оправдал надежд Тех Кто столько Связывал с ним Своих чаяний По захвату Москве И в один прекрасный момент Он отвернулся От своего такого Родственного клана Как они считали Вот И повел совершенно Другую политику С опорой На выходцев Из Поволжья Центральной России За Волжской Россией Северной То есть не связано Никакими родственными Узами Родственным происхождением С пролитовскими Боярами И встал на их сторону И собственно говоря Нанес такой мощный удар По позициям этого клана Который известен Как опричина Но это уже тема Другого разговора Но главное В 16 веке Было сделано Было сделано Было полностью Озвучено В верхах Вот эта вот Теория монголо-татарского Ига И вот теперь Мы понимаем Кто являлся Автором Этой теории Кто ее сюда принес И самое главное Зачем сюда ее принесли Ну можно сказать Что эта теория Это главное Идеологическое оружие В захвате Москве В 17 веке Это проявится В полной красе Там противопоставление Московии И всем поганым Которые остались Там в том или ином количестве От Вот этого Монголо-татарского В завивании Это противопоставление Будет очень резко Выстроено Венцом этого выстраивания Будет труд Андрея Лызова С киевской историей Где будет показана Русь Ее борьба Ее лучшие сыны Которые шли в авангарде Борьбы За освобождение Руси За противопостояние Вот этой поганой Восточной угрозе Вот Андрей Лызов Это уже Очень системно Изложит в своем Этом труде То есть Романовы Укрепляли свою власть С помощью Вот этого Идейного оружия Идейного оружия Это монголо-татарского Нашествия С помощью него Они преображались В настоящих сынов Родины Которые только и думали О том Как сделать добро Этой родине Как защитить ее От разных Значит Поганых Которые нависали Над нашей родиной С востока Вот такая идеология Пошла в ходу Которую они активно Разыгрывали Как карту Разыгрывали Чтобы обеспечить Своё перенство Не просто значит В Москве На троне А обеспечить Своё перенство На огромных территориях То есть Это просто Освободители От всех бед В которые Вот По трагичности Вляпалась Значит Страна Вляпалась Русь Вляпалась Россия Но Имея таких сынов Это не страшно Эти сыны Выправят ситуацию А чтобы выправить ситуацию Конечно Им нужно Получить в руки Власть Бразды Все рычаги правления Вот собственно Этим Они обосновывали То есть Мы попытались посмотреть Что монголо-татарское Иго Как концепция Не влезая вовнутрь Как бы в кишки Всего вот этого вот явления Которое вызывает Столько споров Мы посмотрели на него С точки зрения Такого цельного продукта На авторов Этого продукта Зачем Они собственно говоря Изготовляли этот продукт Вот теперь Когда пройтись По всей вот этой Вот исторической конве Под таким углом зрения Становится многое понятно Понятным Что такое Монголо-татарское Иго Что это за инструмент В чьих руках он был И для каких целей Он использовал Вот Я бы советовал Всем Историкам Которые Заниматься Желают Монголо-татарским Игом И влезать Внутрь Этого явления Разбираться Во всех нюансах И перпетиях Всегда Помнить Об этой Вот стороне На которую Мало обращали Внимания Собственно говоря С нее Вот с этой стороны С понимания Того кто Кто и зачем Конструировал Монголо-татарское Иго Нужно начинать Его изучение И ничего другого Вот я употребляю Поскольку часто русский По понятным причинам И говорю этнические русские Что есть понятие русские А есть этнические русские Вот это более строгая Наушная понятие Что этнические русские Это те Которые считают себя русскими Это те У которых язык русский Родной И те У которых Да Те которые Жили Их предки На территории Ну Которые Мы можем Вглубь Уйти На территории Современной Российской Федерации И это те У которых Вот их Предки на территории Вглубь Язык опять же родной У некоторых считают Тоже азербайджанский А не русский И поэтому Когда делают анализ На ДНК Для изучения Вот таких Так сказать Пришлых в кавычках Не берут Иначе Так бы такая каша Берут именно тех Которые вот Русские Насколько можно Вглубь просмотреть Поэтому Когда такие данные Анализируют Они имеют Довольно четкий Смысл Хотя конечно У них есть примеси Поэтому Всегда есть Какие-то вкрапления Других Воплогрупп И вот скажем У этнических русских Есть три основных Первый Это вот та самая Эра Дина О чем идет речь Ее половина Примерно У этнических русских Вторая Это Южно-русские Условно говоря То есть Таких много Сербов Хорват Словенцев Македонцев Там Это Называется Если по-немецки То И А по-английски То Ай Это Второе Это примерно 20% От общего количества И третье Это Н Это то Что ошибочно Называют Финно-угорской Дело в том Что это в основном В России Это южные балты Их половина У литовцев Половина у латышей И половина у эстонцев И вот если уходить От Пскова на север То их все больше Их все больше Там уже Конечно Есть и карелы Это больше Это финно-угорские народы Это коми Это вот Ну северные Северные русские У них как раз большая В районе Белого моря Архангельская Это М У них И поэтому Три рода Они сошлись вместе Образовали Соответственно Этнических русских То есть История у всех трех Разная Совершенно Разная Поэтому когда меня спрашивают Ну какая Откуда взялись русские Я говорю Что их нет Как таковых Как единого рода Это содружество Разных родов Ну и так же Как семья Муж и жена Происхождение Совершенно разное Пришли из разных мест Вот Образовали вместе Одно ячейко Содружество Это семья И они друга ценят И ценят Друг друга превыше всего Вот так же В идеале И есть этнос Ценят друг друга превыше всего Вот лозунг Наших бьют Он и от этого происходит Что значит Наших бьют Наших Это вот Наше объединение Это мы и свои И это вот есть Мне кажется Самое четкое определение Этносы Вот это когда Этнос Это наших бьют Это и есть этнос Так что Это три главных рода Русских А затем идет Множество Более мелких Численных выражений Так как минорных Опять же Естественно Не по значимости А по численности Потому что Есть Очень малая доля Практически нет Скажем Вот монгольской Вот С Их Примерно Ну максимум 0,4% А часа более точно Давнее Недавнее Дает 0,2% То есть Монголов Среди Этнических Русских Практически Нет Потомков Даже когда Они забыли О том Что они Потомки В принципе Изначально Монголов Практически Не было Поэтому Вот Когда говорят О татаро-монгольском Иге То это Вообще У меня Большие сомнения Когда стал Разбираться Во время Ну там похоже Монголов Практически Не было Среди захватчиков Потому что Ну было Веркушкой Там был Субудай Богатур Там И был Чингисхан О котором Так и не ясно Был ли он Монголом Потому что У него Очень много Был черт Которые Никак Степными Назвать Нельзя Было Он Пролюбил Ловить Рыбу Сетью На дети Такого Степника Которые Делают Он Охотился На уток За рытом Их ел Покажите Утку Любому Степнику Вот уже вывернет Просто Это уток Они вообще Не едят В принципе Он любил Собрать грибы И ягоды По лесу Найдите Такого Степника Который Был бы Это То есть На самом деле Он По всем Параметрам По коже Вообще Не был Монгол И это Большая Загадка Историческая Так вот Таких Ц Монгольских Их крайне Мало И Монголы Следа Своего Не оставили В любом Случае Вопрос Оставили Татары Ответ Отрицательный Нет Не оставили Потому что Татары У них В большой Сибири Р1А Но другая Совершенно Подветвь И вот тут В следующем Вопросе Я расскажу Что такое Эти подветвь И почему Татары Они Никак Не могут Быть Вот Поговорка По скребе Русского Найдешь Татарина Поговорка Категорически Неверна Она Видимо Создавалась По понятиям Ну так Татары Монголы Иго Но наверняка Оставили там Много потомков Из них Русские Образовались Ничего подобного Дело в том Что если Углубиться ДНК То у русских Нет татарских Меток ДНК У татар Есть много Русских Меток Причем Интересно Что метки Скажем Карпатские Вообще Западные Метки И Западнославянские Метки Но это Понятная История Была такая А Татарских Меток У русских Нет Метки 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok